Ну что ж, друзья, как и обещал в предыдущем ролике, что если набираем 3000 лайков под прошлой серией, где мы распаковывали подъемник и устанавливали новый бампер на жигу, если мы набираем 3000 лайков, то я снимаю видос с полной подготовкой и покраской жиги в новый цвет. С вашей же стороны все условия были выполнены четко, поэтому 12.33, сегодня 5 декабря, я приехал в гараж, растопил печурку, сейчас нагоняем температуру, начинаем готовить ее, мотовить и сегодня вечером, я думаю, начнем покраску, чтобы завтра до 12 часов это все хорошо высохло и будем собирать машинку, потому что частично все-таки будем снимать там фары, накладки, какие-то поворотники. Так что сейчас, в принципе, желаю вам приятного просмотра, присаживайтесь поудобней и мы начинаем наш челлендж, покрасить тачку за 24 часа. По вашим советам сделал просто гениальную вещь. Взял шлифмашинку, здесь у нас был мешочек, кто помнит, но он пылил уже нереально, потому что забился грязный уже, потрепался изрядно, потому что кучу машин мы этой машинкой уже сделали. И, в общем-то, подсказали взять старый пылесос, надеть, естественно, на отводной канал для пыли, тем самым мы сейчас будем шлифовать с минимальным количеством пыли, так как она будет засасываться в эти отверстия и оставаться в пылесосе. Пылесос-ракета, кстати, друзья, если у кого-то был такой, либо у кого-то в гараже стоит такой, ну, потому что я думаю, он практически в каждой семье был, ставьте лайк. Получается, сейчас имеем вот такую вот буренку, потому что здесь были жучки, рыжики, я попытался их как-то шлифмашинкой стереть, чтобы, ну, как можно больше краска продержалась, чтобы по-новому не полезло все это дело, так как, понятное дело, что это дрифт-корч, вообще речь не идет о том, что качественная покраска, там, на всю жизнь, на века, год-два, я думаю, это все дело поддержится в любом случае. Сейчас, где есть какие-нибудь отверстия, где есть кусочки ржавчины, немножко преобразователя, шпаклевочки, все это, естественно, залепливаем, так как, ну, я смысла не вижу тратить много времени и много средств для дрифт-корча. Но в любом случае удовольствие и эмоции она будет приносить, доставлять, поэтому сейчас снимаем бампер, снимаем задние стопы, переходим к той стороне, будем ее уже подготавливать, так как на эту сторону, сейчас скажу даже, сколько ушло, 13.36, ну, вот, получается, за час одна сторона уже практически готова, зашпаклевана, там, буквально, потереть немножко и, в принципе, я думаю, вечером мы ее уже покрасим. Но это не точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, все, подготовка окончена, теперь можно приступать к уборке гаража, оклейке, и мы сейчас выгоняем тачку на улицу, убираемся в гараже, пылесосим, сбрызгиваем водичкой, чтобы пыль вся осела. На улице мы вытерем полностью всю машину, обдуем, чтобы не было пыли в гараже, обклеим ее уже по-нормальному, пускай еще 2 часа на уборку, ну, хотя посмотрим, как пойдет. Сейчас попробую лючок закрасить, как получится. Если будет хорошо ложиться и быстро высыхать, то тогда покрасим, наверное, уже и сегодня. А завтра тогда поедем, заберем новую резину, наденем разварки, покрасим разварки и воткнем сюда. То есть завтра, по факту, пушка уже, вид будет иметь такой, знаете, боевой. Это то, о чем я и говорил вам, что если я выйду подрифтовать ночью тогда, тогда я обратно не заеду. В общем, сейчас день, есть время, придется снег раскидывать, потому что иначе машину вообще никак не затолкать в гараж. Друзья, сейчас в гараже стоит пятерка, которая достанется в итоге после всех доработок одному из вас. Но помимо пятерки у меня еще есть восьмерка. Кто не смотрел видосы о ее покупке, сейчас вылезет ссылочка, можете перейти и посмотреть. Эти две тачки я купил специально для того, чтобы разыграть среди всех вас. А чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно выполнить простые условия, с которыми можете ознакомиться в описании под этим роликом. Количество билетов строго ограничено, составляет 999 штук и больше половины уже продано. Все средства, которые будут собраны с продажи билетов, естественно, идут на восстановление этих двух автомобилей. Все, что останется по завершению, будет разделено на равные части. К примеру, остается 20 тысяч, делим по 1020 призов и точно так же рандомным образом распределяем среди всех тех, кто купил билет. Так что я сейчас иду дальше готовить тачку и красить, но вы переходите в описании и участвуйте в этом розыгрыше. Ну что ж, друзья, сегодня 6 декабря, 9.25 утра, сейчас приехал в гараж. Вчера мы оклеили полностью. Если кто-то скажет, почему ты был в разных куртках в одно и то же время, я скажу, что эта куртка у меня рабочая. Это куртка, в которой я ездил домой. Вчера я ездил домой за Лерой, чтобы она мне помогла обклеить стекла, так как в одиночку это не очень удобно было делать. Вот я подготовил все вчера, выйду, поубирал гараж и, в общем-то, решил, что красить буду уже на утро. Так как мороз крепчал, как говорится, сегодня солнышко. Несколько факторов влияет на то, что температура в гараже быстро наберется. Во-первых, я взял сегодня, он уже где-то около получаса работает, вот такой вот обогреватель. Он очень хорошо греет. Буржуйку растопил и сейчас еще солнышко светит, утеплитель нагревается и, так сказать, создается эффект термоса. Для покраски минимум 15 градусов нам нужно, поэтому сейчас пока что подготавливаюсь. Разогреваю краску, так как она должна быть также теплая. Буквально минут 15-20 нужно потереть здесь вот, что я заделывал, заваривал. Далее вытираем полностью машину, обезжириваем и начинаем задувать. То есть в планах у меня до 12 часов успеть ее покрасить. Ну сколько? Ну полчаса задувать ее, не больше. Сейчас 9.26, то есть у нас еще в запасе есть больше двух часов, чтобы успеть это все сделать. И тогда наш челлендж будет выполнен. Покраска автомобиля за 24 часа. На это ушло один баллон. Получается задняя четверть вот такая, полностью задний фартук и ободок крышки багажника. Это все в один слой. Всего у меня 10 баллонов, поэтому должно хватить, я думаю, отлично. То есть перекрываемость краски отличная, распыл отличный. Что самое интересное, краска не пылит, в отличие от того, когда мы красим с краскопульта. Ну и ложится, ложится очень интересно даже. Будет такая матовая поверхность после высыхания. Я думаю, все у нас сегодня получится в итоге. Так что продолжаем, наверное, задувать. По времени сейчас скажу, сколько. 10.06, 6 число. Идем уверенно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот сейчас сделал несколько фоток в инстаграм. Я понимаю, что вы сейчас будете в гневе и говорить, что за т***ский цвет, так сказать. Что за голубизна, друзья. Это мятный цвет, вживую он смотрится очень четко. На видосе, вот на фотке я посмотрел, это никак не передается. Поэтому хочу вас сразу успокоить, что вживую, если вы увидите эту тачку в сборе, когда она будет готова, вы просто не сможете от нее отвести глаз, так как она будет сочно выглядеть. На наших, так сказать, таких вот белых пейзажах зимних, на дрифте, на треке, может где-нибудь. Она будет выделяться и привлекать внимание с лучшей стороны, так сказать, этой фразы. Цвет реально получается очень четким. Вот именно мята, вот вживую. По сравнению с тем, какой она была, ну блин. Вот только-только остается докрасить, сейчас уработал уже 4 баллона. И нам еще остается, так сказать, полусферу передок, потому что зад уже весь задут. Краски взял 10 баллонов, более чем достаточно. То есть на вот эту часть капот. С капотом мы будем разбираться чуть позже. Мы для него один баллончик оставим. Время 10.37. Идем уверенно, к 12 тачка будет покрашена. И вот, друзья, готовый результат. Тачка покрашена. Ушло 7 баллонов, 3 еще осталось. Плюс покраски этой то, что даже если мы где-то стукнемся, нам вообще не составит проблемы где-то что-то шпаклинуть. И прям по месту закрасить, чтобы машина имела точно такой же вид. Вот кто помнит, с этой стороны у нас была такая жесткая вот вмятина. Посмотрите, да, вот выровнял, так сказать. Никаких навыков особых не имея. Уже машина смотрится, ну не прям идеально ровно, но ровно. И плюс того, что монтана из полончика может покрасить по факту любой. То сколько бы я красил, сколько бы я не наносил краски, потеков нет. То есть, когда она высохнет, она будет полностью матовой, как у нас вот лючок, когда мы вчера красили его. И все. Вот, в принципе, даже крыло уже подсохло, матовость появилась. Да, это не глянец, но, друзья, это и не тачка на повседнев, это корчик, который будет валить боком по снегу. А чем ярче и интереснее выглядит этот корчик, естественно, тем лучше. Так что, в общем, сейчас пока что это все дело будет сохнуть. Я поеду съезжу, заберу два колеса с новой почты. Кстати, по времени у нас 11.04, то есть у нас еще час в запасе есть то, чтобы она высохла, поставить фары капот. И, в общем-то, мы все успели, мы все сделали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, могу сказать следующее. Машинку расклеили, все отлично, равномерно на нас распределено, никаких непрокрасов нету. Бочина вот вообще смотрится такой ровной, классной, ну, двери открыты, понятное дело. Даже с такими дисками вот в этом свете машина вид имеет. Но, как вы могли понять, у нас уже пришли, сделались разварки. Скажу сразу, заказывал у человека неответственного. Делались они очень долго, три недели. Хотя было договорено, что сделается за неделю. Вчера поехали бортировать, чтобы под бескамерку. Все это отравило, все пищало. Здесь вот, в общем, швы не герметичны. Пришлось ехать, покупать, естественно, за ленту герметик. Это все герметизировать. И покупать камеры для надежности. То есть, еще дополнительное попадалово. Проще было бы готовое купить уже отъезженные кем-то, проверенные. Чем вот попадать вот с такой вот фигней. Красить их буду в белый цвет, но не в этой серии. Так как у нас, так сказать, сегодня такой дедлайн. Показываю, что пришло. Устанавливаем колеса. Выезжаем на улицу, чтобы поубирать в гараже. И нужно все-таки заценить вот этот вот новый цвет. Вот этот новый вид нашей тачечки. Кстати, рычаги. Рычаги у нас также уже пришли. Оригинальчик. Ждали их больше 10 дней. Растишечка. Можно было, конечно, не ждать и купить аналог подешевле. Но, знаете, чтобы они не согнулись, лучше купить то, что уже проверено. Делаем первый выезд. Сейчас заценим цвет на улице. Это как в помещении при искусственном освещении. Это все не так показывается, не так смотрится, как вживую. Прикол, да? На вот таком вот зимнем пейзаже вот такое вот пятно яркое очень сильно выделяется. Понятное дело, что это не закончено. Еще тонировочка, еще будет капот дорабатываться. Еще будут дорабатываться колеса, краситься в белый цвет, чтобы было более стильно, более красиво. Плюс еще здесь вот все так, знаете, на одном болту крепится, держится. Это все будет меняться. В следующей серии будем ставить рычаги, которые нам уже пришли. Я сегодня вам это все дело показал. Но в целом результат, как за 24 часа, вообще просто суперский. Субтитры сделал DimaTorzok Честно сказать, вживую очень классный цвет. На телефоне опять же сейчас снимал, на камере смотрел. Но он типа не передается, он смотрится как какой-то голубой. Но вживую он реально мятный. Может быть по солнцу будет и другой, но это уже покажу как-то в другой раз. В общем, что хочу сказать. За 24 часа покрасить успели. Плюс еще немножко один день позанимались колесами всем вот этим вот. Ну, чтобы придать вид и показать именно в конце этой серии уже какой-то вид этого автомобиля, который, ну, можно сказать, практически завершенный по внешке. Но, естественно, будут мелкие доработки, усовершенствование, изменение капота. Ну, в общем, это уже будет, как говорится, в других сериях. На сегодня что хочу, друзья, сказать. Всем спасибо за просмотр. От вас жду поддержку в виде лайков и комментариев. Естественно, чем больше лайков и комментариев, тем больше поддержка от вас мне. Ну, и, в общем, спасибо за просмотр. Всем пока.